Добрый вечер. Говорит радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Я напомню, что 9 октября Борису Немцову, государственному деятелю и политику, исполнилось бы 59 лет. Борис Немцов был убит в Москве 3,5 года назад на Москворецком мосту у Кремля 27 февраля 2015 года. В день рождения политика в Праге открылся третий форум Бориса Немцова, где два дня обсуждаются проблемы российской политики и экономики. Форум проводят фонды Наумана и фонд Бориса Немцова. Последний возглавляет его дочь Жанна. Все же я считаю, что это был успешный год для фонда. Если предыдущие два года это был этап создания чего-то, я этот год могу назвать годом роста для фонда. Мы услышали сегодня на форуме, что в первую очередь совместно с философским факультетом Карлова университета был создан академический центр Бориса Немцова по изучению России. У ДК на огромные планы. На этот центр он должен стать и исследовательским центром, и платформой для дискуссий, публичных лекций. В общем, работы много еще предстоит для фонда Немцова. В рамках центра мы провели трехнедельную школу журналистики для 30 участников из России, Украины, других постсоветских стран. То есть мы делаем все, что соответствует духу и политическому наследию моего отца. Коротко это сформулировать можно одним словом. Мы занимаемся просвещением. У нас в студии в Праге участники форума Александр Морозов, политолог и публицист, со-директор Центра исследований России имени Бориса Немцова, Карлова университета и известный экономист, в прошлом заместитель председателя Центробанка, член правления фонда Немцова Сергей Алексашенко. Добрый вечер, во-первых. Во-вторых, я хотел сразу начать с того выступления, которое было у Жанны. Мы записали с ней интервью. Она говорит о просвещении. Вот Борис считал, что клептократический режим в России уязвим из-за коррупции. Это такое важное очень место. Из-за, скажем так, необоснованных расходов и так далее, делал специальные доклады, разоблачая систему Владимира Путина. Вот, Александр, как вы собираетесь действовать в этом направлении? Ну, во-первых, надо сказать, что если говорить про Центр в Карловом университете, то это все-таки академический Центр. Он не ставит себе целью непосредственно обращаться к большой российской аудитории, так как это делал Борис Немцов со своими докладами вместе со своими соратниками, которые тоже были сейчас на форуме. И понятно, что традиция, которую Борис Немцов создал докладами, она поддержана, потому что эти доклады его, они встроились в дальнейшем как бы и в разоблачение Навального, и в многочисленные антикоррупционные разоблачения. Ну, был один доклад Ильи Яшина. Да, 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 и там и Transparency International, стало активнее работать российское с разоблачениями и так далее, и так далее. Но наши-то планы, конечно, более академические, исследовательские. И, ну, думаю, что, судя по тому, как все идет, они реализуются. Сергей Иванович, как можно действительно продолжить эту немцовскую традицию, так сказать, по изучению, ну, скажем так, язв современной России? Ну, Михаил, смотрите, мне кажется, что сегодня на форуме мы говорили о свободе, о личности, и на самом деле говорили о том, как биться за умы. Ведь вот то, что делал Борис, писал доклады, это была борьба за умы. Я напомню, последний ненаписанный им доклад, он как раз был посвящен Российско-Украинской войне, в общем, уже даже не про коррупцию. И, ну, было бы странно, если бы мы пытались, ну, просто копировать Бориса. Говорит, вот Борис писал доклады, давайте мы будем там ежегодно в честь ему выпускать доклады. Вот там Борис делал это, давайте мы будем делать это. Но так в жизни не бывает. Поэтому мы обсуждаем, что мы можем сделать, понимая, что вот борьба с коррупцией, там, на самом деле, да, вот у нас сейчас, давайте честно говорить, у нас нет возможности бороться с коррупцией. Но мы можем рассказывать о ней, можем там вскрывать какие-то факты, делиться информацией и рассказывать российским гражданам о том, что происходит в стране. На самом деле. На самом деле, это и есть борьба за умы, да, потому что рано или поздно, ну, как я сегодня сказал на форуме, да, это вот будет там соломинка, которая переломит хребет верблюда. Какое-то очередное выступление, после чего верблюд подохнет. Ну, вот сегодняшняя, например, ситуация в России, нужно как-то ее оценить. Действительно, сегодня были тоже очень интересные на эту тему дискуссии, и такое впечатление, что есть какой-то вот набор событий за последние, там, несколько месяцев, когда система, что называется, пошла в разнос, да, и там вот эта история с повышением пенсионного возраста, непонятно ради чего, и провала спецслужб, в частности, вот эта история в Солсбери с покушением, да и фактически убийством британской гражданки, и тут и всякие экономические неурядицы, и вот нежелание голосовать за единую Россию кандидатов. В общем, власть оказалась в некотором неудобном положении, но вот один из участников форума, Федор Крашенинников, политолог, примерно так и считает. Мы видим очевидную суету и кадровых назначений, и какую-то возню вокруг Конституции. Очевидно, это не от хорошей жизни, а не от того, что Путин чувствует себя уверенно. Но его озабоченность, она совсем не такая, как нам хотелось бы. Он озабочен не тем, как все поменять и хоть что-то изменить к лучшему. И главная забота власти сейчас это сделать так, чтобы ничего не изменилось. То есть вся вот эта суета, все кадровые назначения и все попытки что-то сделать с Конституцией, они преследуют одну очень грустную цель. Заморозить дальше существующий режим и не допустить никаких перемен. Остается только рассчитывать, что чем больше они будут пытаться закручивать гайки и замораживать то, что уже есть, тем быстрее это все пойдет в обратную сторону. Потому что едва ли эти меры способны привести к тому, на что настроена власть. Мне так кажется, во всяком случае. Это был Федор Крашененников, политолог из Екатеринбурга, участник форума Немцова. Александр, что вы скажете? Есть действительно вот такая вот странная ситуация. Сначала успешные выборы, триумф Путина, а потом вдруг дестабилизация сразу по нескольким направлениям. Такая неприятная. На форуме это, конечно, обсуждалось, потому что это обсуждается сейчас всеми. Понятно, что все, что вы назвали, оно очень заметно. Вопрос в том, какой у этого возникает эффект и продолжение. Потому что мы видим, что эти все хаотические и довольно опасные процессы вызывают повышение тревожности у российских граждан в самых разных социальных группах. Это фиксирует социология. Несомненно, что тревожность повышается. Не протестность как таковая, это невозможно сказать, потому что население деполитизировано. Но понятно, что любой человек в России, глядя на жуткую историю с военной разведкой, конфликт с Израилем по поводу самолета, провалы на выборах, все то, что вы перечислили. То есть, странные хаотические решения, или даже не решения, а какие-то реактивные шаги. У меня глубокое ощущение, что в большой части бюрократии, даже путинской собственной, сейчас, конечно, совершенно новое настроение. Отчасти, знаете, напоминающее 43-й год в Германии. Не 38-й, когда был триумф и все радовались, а 43-й, когда все понимают, что дела идут довольно странно, а мы просто должны, ну что мы можем сделать? Ну, повысить дисциплину исполнительскую. Вот я пришел на работу, ответил на запрос сверху, зарегистрировал бумагу, главное быть очень четким сегодня, про завтрашний день уже думать довольно опасно. Вот эта атмосфера назревает, и она, конечно, нельзя даже выразить по ее поводу радость большую, это было бы слишком опрометчиво, потому что не совсем понятно, а что произойдет, если лодка начнет раскалываться по довольно опасным осям, которые в ней есть, как бы. А что будет, если начнется раскол между частью бюрократии, например, и сверхбогатыми, да, хотя они все в одной путинской системе. Но периодически сверхбогатых так чуть-чуть чистят. Ну, понятно, и бюрократию чистят, но вот эта вот ось напряжения нарастает, несомненно. На форуме все говорили, это очевидно, что проблема неравенства, она никуда не девается, сохраняется и напряжение сохраняется. Коррупционная проблематика, она набила всем уже оскомянную население, у всех мозоль, потому что каждый день все новое и новое, и какие-то фантасмагорические, просто циклопические совершенно события. Там дачу самого Путина, значит, фирмы, которые обслуживают ФСО, разворовали. Ну, вот на таком уровне, когда население смотрит и думает, ну, а как это может быть вообще, если уже у самого Владимира Владимировича там от дачи что-то отпилили, да, или там, так далее. Вот, коррупция. И действительно, общее ощущение такой, как бы сказать, понижения эффективности бюрократии. Что там дальше будет? Очень опасная ситуация, если это все поползет окончательно. Сергей Владимирович, а вот действительно, ваши коллеги, бывшие по разным структурам во власти, они любили говорить, надо улучшить государственное управление. Помните, там, Греф, например, и так далее, какие-то программы писали. А вот сейчас, может, они напишут какую-нибудь программу и улучшат государственное управление. Такое возможно вот в нынешней системе? Ну, программу написать возможно, Кудрин написал, и если вы почитаете, ну, программу тяжело, прочитать, она очень толстая, но если вы послушаете, что Кудрин на эту тему говорит, он говорит, главное в нашей программе, это улучшение государственного управления. Да, и он пошел улучшать. И он пошел личным примером его улучшать, да, то есть, вот, ну, на мой взгляд, вот то, что ему происходит, но я бы, вот, как-то не стал бежать впереди паровоза и делать какие-то далеко идущие выводы, да, потому что мы находимся, ну, что называется, вот, в эпицентре событий, да, и мы не знаем, что будет завтра, точно так же, как позавчера, мы не могли предсказать, что случится вчера, да, ситуация может быстро меняться, и она может точно так же быстро затихнуть, да, и вот этот, скажем так, негативный фон, который вот сегодня расшатывает власть, ну, или показывает ее, там, неэффективность на всех уровнях, вот, это может исчезнуть. Или наоборот, потому что, в конце концов, вот, все эти, ну, не знаю, как, инциденты, события, факты, да, они происходят, ну, это такие очевидные ляпы, ошибки властей, да, на разном уровне, и вот то, что система, созданная Путиным, вот, система вертикали власти, система, в которой отсутствуют сдержки и противовесы, в которой отсутствует внешний контроль, где отсутствует контроль общества, там, за спецслужбами, она не может быть эффективной. Вот она просто по определению, да, то есть теоретически мы все понимали, что она не может быть эффективной, но вот ему каким-то образом она вот функционировала, да, и вот как-то удавалось там вот делать, ну, по крайней мере, делать вид, что она выполняет свои функции. А тут, ну, вот что-то такое случилось, да, может быть, правительство переставили, да, может быть, там, не знаю, Шувалова убрали из правительства, может быть, еще, мы же даже можем не понимать, что там случилось, да, вот какие-то там пару винтиков убрали, да, там, из ФСО пару адъютантов отправили в губернатор, гибернатора, и там ФСО начало воровать. Ну, вот мы как, мы сегодня не знаем всех фактов, да нам тяжело строить эти причины, как происходило. Ну, понятно, то есть послали злодеев, так сказать, убивать в Англию, и в результате они засветили чуть ли не всю систему вот этого военного шпионажа Петра Баширова. Да, ну, в результате того, что вот они там где-то, ну, не то, что, даже не сказать, что лопухнулись, но они, в общем, поехали, выполнили задание. Как им было написано, так они и сделали, правда? Вот это Петра Баширова. Ну, да, мы говорим про них. То есть, они же, как, они достаточно добросовестно сделали то, что от них просили, правда? То есть, там вот и Скрипаль, там, ну, и дочь там случайным образом оказалась отравлена. Ну, там, не сработало до конца, успели медики перехватить и так далее, но, в принципе, они выполнили задание. От них это требовалось. Приказ Родины. Приказ Родины, они выполнили. Два героя России. Я не удивлюсь, если их там орденами и медалями наградили за это дело, да, там, ну, может быть, там, не герой Советского Союза, не герой России, потому что, в конечном итоге, люди остались живы, да, Скрипаль остался жив. Вот, ну, там, выполнил же, все, все уж положено, сделал. Даже на телевидение к Симонянсу ходили. Да, да, провалились-то другие. Провалились-то другие. Провалились люди, которые недооценили вот всего-то кошмара с документооборотом, когда там все эти грушники регистрируются по штаб-квартире, и машины свои регистрируются по штаб-квартире. Ну, кому, вот, спросите вас там месяц назад, может ли быть такое, что 300 грушников, да, разведчиков, которые работают в поле, все дружно были зарегистрированы там в штаб-квартире ГРУ, и все их машины зарегистрированы. И еще в каких-то общежитиях, которые легко вычисляются. Ну, вот, ну, вот, какой-то фантасмагорейский, да, то есть, вот, ну, просто, ну, абсолютно непрофессионализм, я не знаю, там, где-то первый класс. И тем не менее, возникается, что такое может быть. Да, поэтому мне кажется, вот я, ну, как, нам, конечно, хочется, чтобы вот эта система начала разваливаться, да, потому что она действительно не может быть... А если посмотреть, вот, перебьюсь, я если посмотреть, продолжу, даже глазами, как бы, ну, там, не знаю, каких-то западных аналитиков, они думают, а если у них так вот это все устроена, то ядерная кнопка, так сказать, она в порядке еще или нет, или там... То есть, будем надеяться, что в порядке. И все остальные вот системы, которые... А что такое в порядке? Вот я бы был за то, чтобы она не в порядке, чтобы она не нажали, а там ничего не полетело. Лучше бы она просто не в порядке. Ну, что просто отключилась? Ну, может быть. Ну, конечно. Ну, это было бы, может, и неплохо. Нет, ну, вот про этих шпионов и злодеев. Мы, правда, и там, оппозиционная пресса, и какие-то сайты, про это все говорят салсберийское безобразие, да, уже сколько времени. А вот, Александр, как вы оцените, она... Само общественное мнение в России это влияет или нет? Вот такие темы, да. Вот людей воспитывали в том, что это спецслужбы, они крюк режима, это, значит, наши герои там защищают родину. И вдруг там какая-то вот такая вот неприятность. Во-первых, доходит ли это до публики, на ваш взгляд? А во-вторых, как она, вот обычная публика, которая и телевизор смотрит, это все воспринимает? На две части расходится реакция, это совершенно очевидно. Одна часть реакции точно такая же, как у нас самих, и понятно, что большинство, там, не знаю, работников университета, вузовской сферы и вообще, как бы, образованного класса крупных городов, и даже большинство, конечно, инженеров, которые на это все смотрят. Вот если брать инженерный корпус, он же прекрасно понимает и техническую сторону всех неудач, и все эти абсурдные разговоры про то, что просверлили дырку в корабле, там, типа, какие-то американцы из космоса. Вот. Эта часть общества, очевидно, воспринимает все с тревогой, понимая, что здесь какое-то произошло большое обрушение. Вот то, о чем Сергей говорил, что система, казалось, работает нормальной, этим людям тоже казалось так, а теперь все видят, что нет. Ну, есть вторая часть, конечно, здесь за нее идет активную борьбу сам Кремль. Мы видим, что Кремль будет разворачивать в такую сторону дело. Давайте поднимать градус того, что вот все вот это сконструировали американцы, или там все сконструировано британской разведкой, так, чтобы повысить... Весь мир. Да, весь мир, да. Мировая закулиса. В конце концов, повысить вот этот вот градус конспирологии, который, в общем, как бы сдвигает проблематику безобразия и безответственности кремлевской, а переводит все это в сферу такой высокой борьбы. На уровне, там, это вот борьбы престолов и таких великих совершенно каких-то космических сил, где американцы, значит, вместе, вот англосаксы эти, они все это придумали с самого начала и последовательно разрушают наш вот суверенитет. Да, я думаю, что комсомольская правда и, условно говоря, там, Рамблер, который постоянно ротирует колоссальное количество новостей, производимых там Пригожиным, на пользователей интернета, какого-то результата добиваются. И часть людей, это по сетям видно, начинает говорить, что, ой, ну так не может быть, ну мы не можем поверить в то, что такое может быть, вот наша разведка, наверное, здесь как-то что-то задумано, хитро. Ну да, то есть вот это битва телевизора, а вот битва телевизора с холодильником. Вот я Сергея Алексашенко хочу спросить, ну я всякий раз, когда вас вижу, сразу же про экономику табуретки вы всегда расскажете, да, что Россия очень устойчивая экономика. Но любая табуретка, она может упасть, если у нее подломится ножка, или там крепление там как-то ослабнет, да, зашатается. Вот если взять российскую экономику, на которой, собственно, стоит экономику нефтяной трубы, да, и газовой, да, стоит и кормится эта система. Как вы считаете, вот там есть сейчас уязвимые места или нет? Или все крепко, да, срублено топором? Михаил, я бы сказал так, что я по состоянию на сегодня, по состоянию на сегодня я не вижу каких-нибудь внутренних факторов, действующих сил, которые могли бы привести там к экономическому кризису, ну на горизонте там полтора-два года. Да, то есть мне кажется, что вот после там кризиса 15-16-го годов, после такой двойной девальвации рубля, после падения нефтяных цен, после сжатия бюджета, приспособления его к низкому уровню расходов, ну то, что называется консолидация бюджетных расходов. Вот, мне кажется, что замораживание, падение уровня там зарплат, да, потребление населения, в общем, экономика, она, ну как бы, поджалась и сбалансировалась. Там на другом уровне, но вот у экономики это как движение на велосипеде. Вот если ты едешь, да, устойчиво и поддерживаешь обновесие, то ты устойчив. Как только ты начинаешь шататься, ты теряешь обновесие. Вот сбалансированная экономика, она как едущий велосипедист устойчива. Дальше, вот, есть ли проблемы у самого велосипедиста? Да нет, вроде как, он только что там поел, он только что попил, там спать он не хочет, он может медленно, он слабый, ну крутит педаль, он едет. И вот внутренних факторов, которые могут сказать, что вот велосипедист там выпал, там не воды, а пиво, или там водки, там может врезаться в стену, я не вижу. А вот банки, например, банкротятся, посадим за другим. Михаил, сейчас, вот сейчас я скажу про внешние факторы, есть внешние факторы, да, ведь помимо того, что есть велосипедист, есть дорога. И есть три внешних фактора, которые очевидно, там, России, вот, всегда для нее будут создавать проблемы. Первое, цены на нефть, второе, глобальная рецессия, которая приведет к снижению спроса на нефть, да, и третье, западные санкции. Ну вот, просто, чтобы зафиксировать, да, что ей угрожает, вот, по состоянию на сегодня внешние факторы угрожают. Банковский кризис, ну, он, конечно, создает проблемы, но нужно сказать, что центральный банк, он вот нашел такой кондовый инструмент борьбы с банковскими банкротствами, он просто заливает все это дело деньгами. Он берет... Но это эмиссия, да? Да, да. Эмиссия это инфляция? Или нет? Это, сейчас, значит, центральный банк заливает все это дело деньгами, после чего включает насосы, которые эти деньги из экономики высасывают. То есть, вместо того, вот, банковская система, она работает таким образом, что она получает депозиты, ну, как от населения, от предприятий, ищет, куда их вложить и вкладывает. А здесь выясняется, что самым эффективным вложением является депозит в центральном банке. Для того, чтобы это сделал, центральный банк держит высокую процентную ставку. И вот, ну, банки, они же не задумываются над тем, откуда деньги пришли, да? То ли там население зарплаты получило, то ли там центральный банк сам наимитировал для поддержки банки банкротов. У банков есть деньги, они рассматривают альтернативы и понимают, что депозит в центральном банке надежно, ликвидно и доходно, и никакого риска. Слушайте, я вспомнил этого, я в Морошахте, да, с такими какими-то депозитарными расписками, когда там тоже все крутилось внутри одной системы, да, государство кредитовало, наращивало долг, я не специалист в этом вопросе, но там тоже хитрая вот такая вот система была. Там немножко другая система была, да, но вот это да, то есть центральный банк одной рукой он дает деньги, чтобы банки, ну, то, что тоже понятно, да, если банки банкротятся, особенно банки, у которых много клиентов, которые там хорошо угрожены там гарантирование депозитов, а у малого бизнеса, а у среднего бизнеса, у крупного бизнеса деньги пропадают. То есть деньги выдаются для того, чтобы клиенты банков не теряли свои деньги. Соответственно, вот их спасают, вот центральный банк накачал одну руку, а другой тут же начинает эти деньги забирать на обратно. Ну, правильно делает, да, потому что у него же, у него же есть цель борьбы с инфляцией, он же на самом деле, ну, надо отдать должное, да, что инфляцию все-таки подавили, такими жесткими мерами, такими... Ну, и спрос-то низкий тоже, доходы... Да, Михаил, все правильно, все правильно, да, но у нас периоды низкого спроса были и до этого. У нас рецессия там не первая, да, но вот тем не менее инфляцию так решительно удалось подавить только сейчас, да, там через 25 лет после начала российских реформ, через 27 лет. Вот, то есть то, что страна там Польша сделала за полгода, России понадобилось там 25 лет. Ну, за что боролось правительство реформаторов, вот оно наконец-то достигнуто. Да, ну, наконец-то, да, наконец-то все это достигнуто цели. Вот, поэтому банковский кризис потенциально является угрозой. Скажем так, я сейчас, если говорить о банковской системе, я вижу кризис в том, что банковская система становится государственной. То есть там, когда 75% банковской системы государственная, а еще там 10% это иностранные банки, у которых абсолютно своеобразная клиентура, такая изолированная, то вот, когда все банки станут государственными, и они все неэффективны, потому что они все получают по очереди дотации из бюджета, да, вот тогда мы поймем, что вот банковская система, она станет таким насосом, который будет забирать бюджетные деньги. Но сказать, что из-за этого случится какой-то кризис в российской экономике, я не могу. То есть вот механизм, который придумал Центральный банк, там, дать денег, забрать денег, он вреден для экономики, он не поддерживает экономический рост, он держит высокие процентные ставки, которые вредны для экономики, но кризис удается избежать. Хорошо, но вот внешние факторы, там, Александр, вот вы вчера, мы сегодня слышали западных политиков из Европарламента, вот как вы их поняли, санкции будут на том же уровне оставаться, или они все-таки ужесточатся, я имею в виду со стороны европейцев. Тут есть еще тема санкций Соединенных Штатов, которые могут быть тоже очень болезненными, но вот про европейцев сначала. Ну, мы знаем, что Европа в целом и отдельные национальные правительства, никто не сторонник ужесточения санкций в отношении России из-за очень глубоких экономических связей, сложившихся за все последнее 25-летие постсоветское. Это первый момент очень важный. И поэтому все, ну, приходится много общаться в Европе, и все в один голос говорят, что да, ну, конечно, действия Кремля неприемлемы, это бесспорно, и, как недавно сказала Магериня уже, и все остальные. Плюс, как бы, да, какие-то санкции нужны, но все, конечно, в один голос повторяют, что санкции пусть будут, но не в них дело, потому что ситуация развивается дальше, и сами по себе санкции, понятно, имеют какой-то такой ограниченный предел действия. Кроме того, конечно, большинство рационалистично мыслящих людей хорошо видят, что возникает большой бизнес обхода санкций, что тоже не является каким-то большим плюсом, потому что Кремль с помощью своих различных, так сказать, как бы, бизнес-лоббистов что-то делает в Юго-Восточной Азии, что-то делает с Китаем, и что-то делает с Европой, и каким-то образом через третьи страны европейское оборудование поступает в Россию. И надо сказать, что у этого есть негативные последствия, потому что это обладает большим развращающим влиянием, то есть, как бы, санкции действуют, а тем не менее возникнет целая среда, которая их обходит, причем она, к несчастью, является партнерской, она взаимодействует, в это вовлечены какие-то фигуры Запада, и постоянно какие-то расследования возникают. Кстати говоря, фонд Немцова их тоже поддерживает, это важный момент, расследование фактов продолжающегося лоббизма некоторых европейских бизнесменов и политиков, которые работают с Кремлем, минуя санкции. Сергей Иванович, а вы что скажете? Вот все-таки там у вас эта триада, да, цены на нефть, рецессия и вот санкции, да? Ну, с цены на нефть вроде все в порядке, рецессия, я в этом ничего не понимаю, но, наверное, она может быть, а вот санкции? Мне кажется, что с санкциями главное, это же инструмент дипломатии, да? То есть, как любой другой инструмент, он должен работать, потому что, ну вот, есть инструмент дипломатии переговора. Переговор уже не состоится из того, что стороны встретились, поговорили 15 минут, разошлись и на этом все остановилось. Переговоры должны продолжаться. И мне кажется, что на российскую экономику сейчас влияют даже не столько сами по себе новые санкции, которые, ну, честно говоря, пока сильными после июля 2014 года не были. Вот когда там были введены секторальные санкции, запрет на преувеличение капитала, с тех пор санкции были такими, маленькими, индивидуальными, не очень сильными, но ожидание, что вот сейчас введут новые санкции, а вот сейчас еще это случится, а вот еще там еще что-то случится, да, и вот это вот ожидание санкций и там заявление американских властей, что 22 ноября последует новая волна санкций. А вот по Сбербанку ударят? Мы же не знаем. Мы же не знаем, ударят по Сбербанку или по ВТБ, но вот президент ВТБ Костин уже там кричит на всю страну, что ложись, у кого были долларовые депозиты, отдадим других валютах. Так 5 миллиардов наличными вроде забрали, тут же граждане. Ну, не наличными, забрали с депозитов. Ну, то есть это заставляет систему нервничать, и это является гораздо более сильным ударом по эффективности экономики, потому что любые санкции, вот вообще любые санкции, которые можно ввести против России, но если их оставить после этого неизменными, к ним можно приспособиться. Но это как какое-то ограничение, неудобство. В санкциях самое главное, что если вы хотите им что-то добиваться, вы их должны применять, усиливать, ослаблять, реагировать на поведение. И вот мне кажется, что сейчас последние, ну, на самом деле с начала этого года, вот американская дипломатия по крайней мере очень четко показывает, что санкции это инструмент, который мы будем применять. Раз, два, три, по чуть-чуть. Но ждите, будут новые, ждите, будут новые. Добиваясь чего? Нервозности. Нервозности, добиваясь того, чтобы в российской, там, не очень правильно... Ну, я не знаю, уйти из Донбасса, например. Чтобы в России появлялись люди, которые могут общаться с Путиным, чтобы они, возможно, донесли ему точку санкции зрения другое. Что надо что сделать? Что надо что-то делать. Менять внешнюю политику? Да, 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 нет, ну, подождите, цель, ну, да, конечно, цель, цель... На самом деле, сейчас не совсем так. Да ведь последний пакет санкций, вообще последний закон, вот этот КАЦ, американский, там же санкции из-за химической оружия, это отдельный закон, да, из-за нарушения прав человека, из-за агрессии в Украине, из-за кибератаки. Ведь за кибератаки, что же вот за кибератаки там атаковали, 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 ездили по всему миру и хихикали, как мы их легко сделали. А тут принимает Трамп доктрина киберстратегии, говорит, а все, мы теперь тоже будем атаковать. Я, как президент, разрешаю американским силам проводить кибератаки на Россию, Корею, Северную Корею, на Китай. Кто нас атакует, мы будем отвечать тем же самым. То, что Обама запретил, Трамп разрешил. Мы не знаем, будет эта атака завтра, она будет послезавтра. Но вот уже понимание того, что там изменилась политика, да, конечно. Меня, знаете, что тревожит, то, что, вот, предположим, есть эти санкции, попытки давления на путинский режим, а продолжается то, что беспокоило того же Бориса Немцова, скажем, ну вот он боролся с войной на территории Украины, а российская власть, она заползает еще глубже в разные другие точки мира. Ну вот, там, Центрально-Африканская республика, там мы слышим про какие-то военных каких-то в Ливии, да, из Сирии не уходят. То есть, не получится ли так, что ответом будет вот эта обратная эскалация, как Советский Союз вел целую серию разных локальных войн, там, помогая национально-освободительным движением? Ну, если коротко ответить, то так и получится. Здесь нет никакого другого сценария. Я вот пришел к убеждению, что действительно Путин никогда не... То есть, были такие разговоры, что Путин, наверное, когда-нибудь конвертирует свои эти игровые фишки уже в деньги и от стола отойдет этого мирового, добившись какого-то результата. Говорили, что, ну вот, может быть, он добивается там Ялты-2 или Хельсинки-3 или что-то такого. Но сейчас видно, что он поднял этот самолет, он летит, он приземлить его не может и никогда его не посадят. Да, это очень опасная ситуация. Мне кажется, что это понимают уже теперь, как бы, ну, и США это поняла довольно быстро, там очень многие аналитики это поняли. А сейчас, в общем говоря, на мой взгляд, происходит и в Европе поворот. Вот после дела Скрипаля, когда начались новые консультации между экспертами и между правительствами, на том, что это уже совершенно все, не только неприемлемо каждое отдельное событие, а главным образом все понимают, что невозможно не только ответить на вопрос, когда это кончится, эта эскалация и политика эскалации, а главное полная убежденность, что сам Путин уже не сможет вести политики деэскалации никакой в взаимоотношениях с окружающим миром, только расширение эскалации. Но это действительно нас ожидает очень тяжелая такая пора в этом отношении. Может быть, власти и готовятся к этой поре. Вот пошли всякие слухи про реформу Конституции, появилось выступление председателя Конституционного суда Зорькина. Я тоже Федора Красненинникова попросил высказаться, а потом мы обсудим. Господин Зорькин зачем-то выступил фактически с защитой существующей Конституции, то есть заявив, что вот давайте точечно что-то поправим, Конституцию менять не будем. Фактически предложив свои услуги как интерпретатора Конституции в нужном направлении. Я думаю, что это не просто так. Возможно, действительно какая-то часть в окружении президента предлагает вариант радикального изменения и формальной структуры власти в России с целью, скажем так, приведения конституционной нормы в соответствии с практикой, с политической. А какая-то часть, которая или лично заинтересована, например, тоже Зорькина, но он просто лично заинтересован в сохранении действующей Конституции, иначе, возможно, ему придется уйти на пенсию вместе со всем Конституционным судом, который существует в рамках старой Конституции. Ну и, очевидно, есть какое-то опасение, что любые перемены могут привести к ненужным последствиям. Поэтому давайте ничего не будем менять, оставим все как есть, но будем точечно корректировать. Со словом «транзит» вы это не связываете, что якобы будет переделана Конституция, чтобы Путин кому-то передал власть? Ну, я думаю, что нет. К сожалению, разговор о «транзите» это какая-то, наверное, тоже выдавание желаемого за действительное. А может быть, это и настроение части окружения президента, потому что мне кажется, что его-то все устраивает. И его вполне устраивает нынешняя Конституция. И даже давайте пофантазируем, а зачем что-то менять, если можно точечно убрать оговорку о сроках, и просто и на этом все его проблемы закончатся. Он будет просто бесконечно править с нынешними полномочиями, и не надо больше ничего менять. Вот в каком-то смысле идею Зорькина о точечной реформе Конституции можно так интерпретировать. Просто поменять, убрать уж наконец эту жалкую отговорку о двух сроках подряд, и просто сказать, что президент может вот не ограниченное количество. Все, после этого Конституция снова станет устраивать Путина в полном объеме на 100% и на 50 лет вперед. — Федор Крашененников, я обращаюсь к гостям в студии. Сергей Владимирович, что вы скажете, вот это конституционный зуд или это случайность действительно такая какая-то? — Ну, смотрите, Михаил, это не случайность в том плане, что мы хорошо понимаем, что по существующей Конституции Владимир Путин в 2024 году должен уйти с поста президента. И это означает, что вот если все будет по Конституции, то в России наступят какие-то перемены. Естественно, там точно так же мы верим в то, что Владимир Путин просто так не уйдет, ну, по крайней мере, пока не похоже, чтобы он собирался уходить. И мне кажется, что эта статья, вот я бы ей там не придавал бы сильно большого значения, она, у нее есть один читатель. И читатель, это Владимир Владимирович Путин. И по большому счету господин Зорькин сказал следующее. — Царь-батюшка, твой курс на борьбу с либерализмом, с постылом, мы поддерживаем и будем оправдывать. И все, что ты говоришь о посконных ценностях, правильно. И нам все эти права человека нафиг не нужны. Ну, там, конечно, чуть-чуть, но ровно настолько, насколько большинство разрешит в твоем лице. Вот ты скажешь, что это можно, значит, можно. И мы конституционно все оправдаем. Ну, а если тебе вдруг понадобится поменять Конституцию, чтобы остаться у власти, ты нам только мигни глазом, мы тут же точечно скажем, что это надо сделать, чтобы тебе все сохранилось. Вот это такая присяга на верность, да, вот первым, я как там хранитель Конституции, я тебе обещаю, что если ты захочешь остаться у власти, все будет сделано тип-топ, а твою политику, политику партии, правительство поддерживаем и одобряем. — Александр, какие дополнения и возражения? — Нет, я совершенно согласен с Сергеем в этой оценке. — Просто это сопрягается какими-то слухами, там, не один Зорькин, а разные, так сказать, такие люди дают утечки, что действительно вот-вот там что-то произойдет и так далее. — Нет, игра с этими утечками у нас бесконечна, мы все это знаем, там все эти телеграм-каналы и какие-то специальные политологи, которые, значит, разгоняют этот хайп вокруг возможных каких-то нетривиальных решений, так, чтобы подогреть наш интерес. Но я совершенно согласен с Сергеем, просто здравый смысл уже вся ситуация показывает, что никуда Путин уходить не может. из такой ситуации, куда он завел дело, потому что даже невозможно себе представить, а кому он это все хозяйство должен передавать, и что с ним потом будет. Там котел разорвет очень быстро тогда. Вот. И в этом смысле слова, да, я совершенно согласен. И с Федором, который правильно обращает внимание, что это такая точечная, вот правильно, такой сигнал одному лицу, о том, что мы можем действительно поправить один только пункт по поводу сроков. Хорошо. Ну вот на форуме Немцова, я вернусь к нему, по-моему, одно из самых интересных выступлений, это было выступление Григория Юдин, социолога, который как раз говорил уже об оппозиции. Ну, если вот какой-то начался такой период некоторых шатаний у власти, на что многие надеются, то и оппозиция должна как-то себя вести по-другому, и она все-таки, как он считает, должна действовать не от имени меньшинства, а от имени большинства. Понять, что большинство все-таки не за власть, и как-то вот переменить свой модус вивенди. Я думаю, что мы коротенькое интервью послушаем с Григорием Юдиным и потом обсудим. Задача любого разумного человека, который хотел бороться за прогрессивное будущее России, стоит в том, чтобы вернуть людей в политику, чтобы дать людям надежду, чтобы дать им видение того, что они могут что-то поменять в стране, что они могут реализовывать свои амбиции и так далее. Вот, собственно, то, чем сегодня имеет смысл заниматься. В России огромное количество людей, которые имеют интересное и перспективное видение российского будущего. У нас множество локальных проектов, которые пытаются реализовывать цели, которые обычно называются целями гражданского общества. Проблема только в том, что в какой-то момент сверху приходит чиновник и говорит, а вот народ этого не хочет, и показывает цифры опросов общественного мнения. Вот именно в этом месте нужно ловить власть за руку и давать ей понять, что нет, она не представляет никакого большинства. Большинство сегодня – это люди деполитизированные, но при этом хотящие каких-то изменений, ищущие образа будущего. Это власть им, образ будущего, дать точнее в состоянии. Вот эти точки, о которых вы сегодня говорили, борьба с коррупцией, с произволом, с неравенством, это что, возможная политическая программа какого-то широкого демократического движения? Да, это и есть то, что сегодня у людей беспокоит с разных сторон. Они могут по многим вопросам друг с другом не соглашаться, могут быть друг с другом отвратительными во многих отношениях, но именно эти три точки – это и есть то, что беспокоит сегодня практически всех жителей России, с исключением совсем небольшой привилегированной группы, которая, собственно, делает себе приличный капитал на воспроизводстве существующей системы. В России колоссальное неравенство. Это один из мировых лидеров по неравенству. Там совсем небольшой процент населения контролирует, как показывают разные исследования, 50-70% богатства. Фактически это правящая элита, которая забрала себе больше половины страны. В России по-прежнему высокий уровень коррупции. Мы видим, что никакие демонстративные посадки ничего здесь не меняют, потому что на этом базируется существующая система. И в России людей все чаще и чаще начинает раздражать произвол. Произвол чиновников, произвол бюрократов, которых они не выбирали, которые непонятно откуда появились на своих постах, но которые, тем не менее, считают возможным пользуясь своим положением и надо просто унижать людей. Поэтому это и есть та повестка, которая сегодня могла бы людей объединить в России и реально, конечно, объединяет вопрос только в том, кто ее выскажет. Это был социолог Григорий Юдин. Вот, собственно, это та повестка, которая может объединить в России или борьба с неравенством в каком-то смысле может разъединить? Сергей Владимирович, что вы скажете, как либеральный экономист? Ну, у меня с Григорием, на самом деле, на панели вышла небольшая дискуссия. Времени не хватило. И мне кажется, что правильный тезис, что нужно строить широкую политическую коалицию. И в 2008 году Обама выиграл выборы, построив широкую коалицию, когда он смог привлечь тех, кто раньше на выборы не ходил. В 2016 году Трамп сделал то же самое. То есть он вытащил на выборы тех, кто раньше не ходил. Макрон во Франции вытащил тех, кто... Все правильно. Да, вопрос в том, что и Обама, и Трамп, и Макрон, они имели доступ к избирателю. Очевидным каналом доступа к избирателю является два. Первое телевидение, второе личные встречи, когда у тебя есть деньги для того, чтобы компанию проводить. Вот в России, когда я с Григорием попытался завести дискуссию, вот альянсы с кем? Ну, с кем вы здесь, Томилов, хоть и сказали. В России нет политиков. Вот альянсы должны быть между политиками, да? А если их нет? Вот с кем строить альянсы, если политиков нет? Вот кто у нас в политике? Как говорит Владимир Владимирович Путин, политик тот, с кем я говорю, и пока я с ним говорю, как Павел Первый. Вот то же самое и здесь. Да? И дальше возникает. У нас оппозиция, на самом деле, включая парламентскую оппозицию, парламентская оппозиция сидит на коротком финансовом поводке. Чуть-чуть, крантик перекрыли, они без денег. Вот не говоря уже о несистемной оппозиции, не представленной в парламенте, у нее доступа к финансированию нет, доступа к телевизионным каналам нет. И вот как доносить свою точку зрения, да? И как вот объяснить народу, что неравенство, да, есть, но вообще-то говоря, это неравенство между тем, что бюрократия военная уходит на пенсию в 42 года, да, депутаты Госдумы, они и сейчас получают зарплату в 10 раз больше, чем вы, и на пенсии будут получать в 10 раз больше, чем вы, и это в пенсионном законодательстве никак не решается, вот оно неравенство. Но есть особое пенсионное законодательство для этих категорий. Да, 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 для важных, для власти категорий. Нет, Михаил, Михаил, я к тому, что все это правильно, да, эти проблемы существуют. Вопрос не в том, ну, и, собственно, там, то, что Алексей Навалин назвал своей президентской компанией, он же для МЕД была большая неожиданность, он ее построил именно на этом, на бедности, на борьбе с бедностью и на борьбе с неравенством. Это был его основной лозунг. То есть коррупция отошла назад? Да, да, вот как Александр достаточно правильно сказал, вот коррупция уже стала настолько повседневным фактом, что про нее даже сказать нечего, уже все хорошо знают. И это не способно... Еще столько интересного будет. Это не способно сегодня политически привлечь на потенциальные выборы новых сторонников, да. Вот в чем проблема. Поэтому вопрос-то не в том, какие лозунги выдвигать. Вопрос, как с этими лозунгами, даже если ты вдруг действительно... Тема неравенства красивая, да, хорошая, но ее нужно трансформировать еще в какой-то политический лозунг, чтобы он был выполнять населению. Как я сказал на нашей дискуссии, неравенство проще всего лозунг отобрать и поделить. Я против такой борьбы с неравенством. Борьба с неравенством — создание возможностей. Для тех, у кого сегодня этих возможностей нет. Создание возможностей для детей из бедных семей, выплаты стипендий, расширение программы, в том числе и поддержанной Европейским Союзом на обучение российских студентов за границей. Вот в чем состоит борьба с неравенством. Создание возможностей. А не в том, чтобы отобрать и поделить. А так отобрать и поделить. У нас коммунисты есть, они только им дали власть. Они вам сейчас все отберут. Правда? На ситуативную коалицию, вы, кажется, согласились? Подождите, я сказал, что из тех политических сил, которые есть в России сегодня, вот как ни странно это звучит, есть единственная структурированная политическая партия под названием Компартия. И вот вообще-то говоря, я считаю, что с Компартией, опять как ни странно звучит, вполне можно договориться о верховенстве права, о реформе конституции с перераспределением полномочий от президента к парламенту, о реформе правоохранительных органов. Можно об этом договориться. С коммунистами тяжело договориться об имущественных вопросах, о социальной справедливости, о лозунгах, в идеологии, Сталин диктатор, убийца или вождь народа, великий учитель. Об этих вещах тяжело. А о вещах, которые... Они сами пишут об этом. Поэтому я считаю, что есть вещи, с которыми можно договориться с коммунистами. Но нельзя договориться с общественным мнением. Давайте построим коалицию между политиком, условно, Алексеем Навальным и общественным мнением. Такой коалиции не бывает. Коалиция бывает между политиками. Ну что, Александр, все-таки на ваш взгляд, вот эта платформа, о которой говорил Юдин, что получается? Единственный вариант создать широкую проевропейскую коалицию за перемены в России, это сделать ее антикоррупционной и перераспределительной. Или нет? Я вообще, Михаил, не так эту всю дискуссию воспринимаю. У меня какая-то другая оптика. И она вот какая, если очень коротко говорить. Вот если форум в Вильнюсе, например, я тоже его участник, обсуждает именно проблематику политической оппозиции и ее возможную повестку, то форум Немцова у Жанны, он обсуждает скорее состояние общества. И отсюда вытекает следующее. Общество, оно сейчас интерес представляет не тем, как оно может собрать вот ту коалицию, о которой говорит Сергей. Это понятная тема. Общество находится перед лицом удара. То есть, значит, сейчас больше интересует, например, меня. А что вот движется корабль в стенку, да? Вот он сейчас разобьется. И там имеются внутри этого общества разные группы бюрократии. Не все из них полностью поражены нездоровьем, да? Там, значит, как любит говорить наш писатель Быков, а есть ведь директора и учителя школ, да? Они все-таки, так сказать, за гуманизм и прогресс. Они не несут в обществе насилие. Есть, значит, разные... Вот группы, о которых говорит Юдин. Вот возвращаясь к тому, о чем говорил Григорий Юдин, что в крупных городах есть какие-то, значит, масса новых инициатив, которые хотят сохраниться после катастроф. И так далее, и так далее. В конечном счете, я даже понимаю, что в момент, когда лодка налетит на эту стенку, и когда Путин свой самолет обрушит, то даже среди военных встанет вопрос, понимаете? Мы сейчас смеемся над военной разведкой, как бы над ее неудачами, или, так сказать, посмеиваемся над вот этими всеми вагнеровцами на разных континентах. Но правильно на этом форуме, это для меня было важно, ставится вопрос, а как мы увидим, скажем, проблематику национальной безопасности России после всего этого? И кто это будет этим заниматься? Потому что такими вещами занимаются квалифицированные люди. Ясно, что массу основных вопросов повестки не могут разрабатывать просто политические или гражданские активисты. Конечно, они молодцы, они важную роль выполняют. Ну и нераскаявшиеся гестаповцы, как показывает нам Германия. Да, вот именно. Поэтому, вот здесь важный момент такой. Этот форум, как и предыдущий форум Бориса Немцова, он как бы занят тем, что он просто ведет такое сканирование. И отсюда и выступление Юдина. Вот есть такие группы, они хотят вот этого. Политически, да, все деполитизировано, они себя выразить не могут, альянс не могут нащупать. Не от них это зависит, условно говоря. Но они есть, это важный момент. Также мы хотим увидеть группы и среди бюрократии. И надо заново посмотреть. Вот, да, Кудрин, так сказать, как бы нас бросил, в каком смысле, в Явл. А он никогда не был с нами. Как бы он делал, 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 и раз, и ушел. Ну, хорошо. У вас какие-то иллюзии относительно Кудрин? Ну, люди, которые были у него, как и я, остались, там, эксперты, все это, они работали, разрабатывали вот эту самую программу. Ну, пусть попробуют, что можно внутри системы сделать. У нас пришло время для общественного мнения, как раз, о котором мы тоже говорим. Я думаю, что мы увидим, все-таки могла. Что думают нынешние москвичи? Может ли сбыться мечта Бориса Немцова? Сбудется ли мечта Бориса Немцова о европейской демократической России? Конечно, мне кажется, все возможно. Почему нет? Я думаю, навряд ли. Вообще, политика Немцова, она, конечно, сомнительная сама по себе немного. Ну, я думаю, навряд ли это все делать. Так как его самого нет, товарищ, то... Ну, конечно, может быть при тех условиях, если его преемники остались же. Трудятся у нас сейчас в власти. Только если исключительно из этих соображений может быть. Но это, я думаю, маловероятно. Сбытие мечты, если человек живой, начнем с того. Если в целом, как бы его цель, предположим, да, вполне возможно. Я думаю, это не в ближайшем будущем, скорее всего. Знаете, мечта, это такое слово. У него был план, конкретный план. И я надеюсь, что когда-нибудь он сбудется. Но все, что сейчас происходит, в данный момент, все, что мы наблюдаем, демонстрирует совершенно противоположную тенденцию. Россия сползает в гребаные средневековья. Надеюсь, эта тенденция изменится. Но что для этого надо сделать, я не знаю. Без жуликов и воров такая мечта ни в одной стране сбыться не может. Нет, Россия есть Россия. Ей не нужна ни Европа, ни Азия, ни Америка. Мы сами как-нибудь. Она сбывается. Я считаю, что по основным направлениям вполне соответствует всем европейским и прочим мировым ценностям. Так что не вижу проблем. Я думаю, что все нормально. Я сомневаюсь в этом. Потому что в данный момент народа России, у них практически отсутствуют все возможности влияния на политическую ситуацию в государстве. И любая попытка пресекается очень серьезно, очень сильно. И он пытался как-то что-то делать, но люди тоже не давали его оппозиционной деятельности, когда он стал слишком вести ее более открыто, широко. Поэтому я пока при данных условиях сомневаюсь, что сбыться может быть мечта о построении демократического общества. Ну вот у нас есть результаты опроса на сайте, в твиттере Радио Свобода. 68% не верят в то, что Россия может быть европейской и демократической. 32% верят. Что вам это подсказывает, Александр? Это неплохие цифры. Здесь практически третий верит в то, что это возможно. А вовсе не 10%, не 7%, не 12%. Это говорит о том, что, может быть, даже этот опрос, придавать ему значение нельзя, он не очень репрезентативный. Но тем не менее, он близок к тем цифрам изменения, вот этой тревожности и осознания того, что ситуация идет не туда, в вопросах больших компаний. Не так и плохо. Ну, то есть в больших городах, Сергей Владимирович, похоже, что на самом деле либералы могли бы, и те, кто хотят другой России, опереться на определенный слой. Но куда-то он исчез, вот в чем проблема. Да не исчез он, Михаил. А почему? Почему они ходят, не голосуют? А за кого голосовать-то? Ну, вот на московских выборах за кого можно было голосовать? Ну, скажем, вот вы либерал. И за кого на московских выборах? За Собянина? Ну, а кто там? Он среди всех, кто был кандидатом, самый либерал на самом деле. Юдин говорит, надо политизировать людей. Отлично. Политизировать людей замечательно. Вот политизировать людей, все правильно, да, но есть законодательства, которые, а у Путина ключики от всех выборов. А участники Вильнюсского форума говорят, надо через улицу действовать. Отлично. Нет, да. Я готов их поддержать. Дальше, что ребята сказали, вышли. Сколько вас вышло на улицу Москвы? Вот и все. Вышли, сели. Вышли, сели. Второй раз не вышли. Я знаю, значит, вот этот лозунг, выйти на улицу, через улицу, не находит поддержки. А вот лозунг, голосуй против всех, голосуй против власти, он поддерживает. Вот мы увидели там четыре региона, наглядно, причем, ну, кто бы сказал, да, ну, уже в Хакасии, в Хакасии, в Хабаровске и во Владимире, люди станут политически вот такими активными и проголосуют против власти, прокатят действующих губернаторов. Это важно. То есть это важный сигнал? Это очень важно. То есть эти регионы никогда не были центрами какого-то политического противостояния. И тем не менее, вот и там что-то случилось, да. Поэтому нам, да, нам теперь еще год ждать до следующих выборов в сентябре, когда мы поймем эту тенденцию или случайный выброс. Но политизировать можно, политизировать нужно, да. Но только инструменты. Вот там, мы рады, я был, честно говоря, рад, что там на выра победили ЛДПРовцы, представители партии Жириновского. Кто бы мне об этом сказал 10 лет назад, что я буду радоваться этому. Но тем не менее, я рад, да, потому что вот это и есть политизация, это и есть альянс. Да, я рад, там, я готов поддерживать, там, если единственным кандидатом против Путина будет Жириновский, я буду голосовать за Жириновского. Потому что это смена власти. А вы, Саш? Ой, нет, у меня другая позиция, я не буду голосовать за Жириновского. Но я признаю логику. Будьте, значит, за Путина. Логику, из которой Сергей Резвиновский. Нет, значит, будете голосовать за Путина. Значит, с деполитизированными гражданами, которые не ходят на выборы. Да, совершенно верно. С большинством. Да, в этой ситуации я останусь как бы вне этого, останусь в деполитизации. Ну, знаете, пожалуй, последнее, что связано с форумом Немцова и с Борисом Ефимовичем, это, конечно, тема, которая меня все время волнует. Это трагический финал, убийство его, которое так и не расследовано. Я хочу сейчас дать слово Жане Немцовой, его дочери. Пусть она об этом скажет. Мы можем говорить. На самом деле тоже не так мало. Говорить о том, что дело не расследовано, что не установлены организаторы, что еще более фантастично не установлен мотив этого преступления. Делать можно, кроме как говорить, еще очень мало вещей. Вот сейчас готовится доклад Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И мы как можем пытаемся помочь юристам по СЕ. И аналогичную процедуру Владимир Курмурза с моей небольшой помощью пытается запустить в рамках ОБСЕ. И вот недавно буквально несколько руководителей делегаций парламентских ОБСЕ обратились к главе Парламентской Ассамблеи, кстати, это грузинская политика, с просьбой назначить спецдокладчика. Будем ждать. Это инструмент надзора и контроля. И сейчас такое модное слово есть – deterrence. Оно употребляется применительно к другим странам, которые агрессивно себя ведут. Тот факт, что это настолько резонансное убийство, настолько много людей об этом говорят и помнят, создает определенную подушку безопасности или гарантию безопасности для тех российских визитационных политиков, которые продолжают жить и работать в России. Вы с Жанной Немцовой согласны, что в каком-то смысле это подушка безопасности, это власть эту ошибку, которая была преступлением, не повторит? Или может повторить? Хотел бы я, чтобы это была подушка безопасности, но у меня нет никакой уверенности, что власть такую ошибку не повторит. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Система, которая готова идти на такие ошибки, система, в которой такие ошибки допустимы, система, в которой цена человеческой жизни ноль, и можно любого человека, неважно, где он находится, и кто он такой, отравить, убить, полониям, боевым химическим веществом, или застрелить из пистолета, она будет делать такие ошибки. Спасибо. Я благодарю гостей нашей студии в Праге. Мы сегодня говорили о форуме Бориса Немцова и о, собственно, судьбе Бориса Немцова, о его идеях. Вел эту передачу Михаил Соколов, а нашими гостями были Сергей Алексашенко, известный экономист, и Александр Морозов, политолог и публицист. Время свободы. Итоговый выпуск. Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами. Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова